Добрый день, дорогие друзья! Добрый день! И сегодня опять кухня инфодайинга, и мы расскажем, что произошло, что сварилось на этой кухне за эту неделю. А новостей было много, и начнем мы с обратной связи. К нам пришло письмо от мамы Лари, где мама рассказывает про то, как изменилась жизнь всей семьи, как изменились их отношения с отцом, как изменились взгляды на жизнь, как она начала видеть жизнь в принципе, как вернулись чувства... Даже говорить не могу. У Варьки тяжелое генетическое заболевание. И мама когда-то гордилась тем, что таких случаев в мире всего раз-два и обчелся. Вот три известных на данный момент, как она написала. И два мальчика, они остались ходячими, а Варька была еще более тяжелой, чем эти мальчики. Она лежала, и мама осознала, нашла те моменты, когда она даже гордилась этим заболеванием, что вот ей так тяжело и так далее. У мамы огромный процесс осознавания, осмысления шел. И вы знаете, у Варьки пошли изменения. И эти изменения на самом деле кардинальны, потому что у этих детей очень важно, у тяжелых детей очень важно видеть даже малейшие изменения. И сейчас реабилитологи отмечают улучшения. И вы знаете, это очень большой процесс работы мамы над собой и папы над собой. И когда мы понимаем, что даже в самых сложных генетических историях облегчение с туалетом, с движениями, те все наработки, которые есть, вот казалось бы, это уже невозможно, это уже сформированное тело, это генетические поломки, это, это. И вдруг это все отступает. Это все отступает перед человеческой психикой, перед силой человеческого сознания. И здесь надо говорить не о чудесах, здесь надо говорить даже о медицине официальной. Вот они же видят вот эти изменения, они констатируют уже, как у Варюшки меняется тельце, деформации медленно, но уходят. Сербы в восторге от улучшений. Варе показали нам изменения, которые сложно заметить самим. И специалист с радостью заявил, мне уже не терпится посмотреть, что же будет через пару лет. И вы знаете, у меня все время вопрос, а куда смотрят специалисты? Ведь этих детей на самом деле много. И я имею в виду тех детей, которые, этих родителей, которые соприкоснулись с инфодайвингом. И нам часто приходится слышать о том, что это сумасшествие, это не инфодайвинг, это медицина, это реабилитация, это еще что-то. И люди пытаются вот эту непонятную им, неизведанную часть психики, которая сегодня не описана в науке. Но она не написана сегодня, она будет описана через 10 лет, через 20, через 30. Но для того, чтобы это было сделано, сюда должна прийти наука. А наука на сегодня занимает очень интересную позицию. Она как бы наблюдает и в то же самое время боится. Боится, а вдруг вот их ученые звания будут подвергнуты сомнениям. Я в этом плане часто вспоминаю Наталью Петровну Бехтереву. А ведь она поставила под удар свои научные звания в пользу психических способностей человека. И она решилась на это как здравомыслящий, осознанный человек. Но, наверное, не так много у нас в обществе пока Натальи Петровны Бехтеревых. И пока врачи больше наблюдают. Радует, конечно, что это наблюдение становится все более активным. И мы даже знаем о том, что оно есть, и оно активно. И мы даже ощущаем эту незримую помощь и поддержку, особенно в Беларуси. И спасибо вам большое за нее. Потому что, блин, просто гордимся тогда белорусами. А еще у нас сегодня очень много сознаний было, поэтому мы немножко такие, особенно я, на чувствах. Знаете, у нас было очень много работы на этой, оно вот в этом промежутке времени. И когда мы пробовали влиять на событийные ряды людей. То есть мы говорим, в психике прописано все. Нас ассоциируют с здоровьем, потому что мы занимаемся здоровьем. Но в психике прописано все. Там прописана жизнь человека. И если там прописана жизнь человека, то, наверное, можно влиять на определенные события в его жизни. Так мы предположили еще три года назад. И, в принципе, мы тогда еще начинали тренироваться, когда мы помогали людям в тяжелых историях. Например, судебное заседание, когда у людей случались жизни, и они к нам обращались за помощью, когда их накрывали неприятности, им очень не хотелось сесть в тюрьму или попасть на большие капиталовложения в какие-то разборки. Они обращались к нам и кричали, помогите, помогите, помогите. И потом так вдруг сказочным образом складывались обстоятельства, что они каким-то образом выходили из этих судебных дел достаточно сухими из воды. И в ответ было несколько таких случаев подряд, когда мы даже вместо слов «спасибо» слышали рассказы о том, как им повезло с адвокатами, как круто они себя повели на суде, какие они молодцы и так далее. И разные истории были. И вот в те моменты, когда я такое дело слышала, у меня возникало зависание. То есть получалось, что нас целиком игнорировали и обесценивали. И говорили, это же работа адвоката, это же работа юриста, это же мы такие молодцы удальцы. А мы как бы когда лазили в психике и меняли, и удаляли вторичные выгоды и запросы на проживание такого опыта, зная, что никто в мире этого повторить больше не может, мы оставались как бы не у дел. И я все время задавала себе вопрос, почему вот идет такое обесценивание нашей работы. И мы не пытались выяснить отношения с клиентами, мы понимали, что проблема в нас, в нашей оценке своей работы. Потому что зачастую тогда мы еще не знали, что мы делаем реально. То есть это был такой момент, когда мы сами себе не доверяли. И вот последняя работа наша весенняя, вот эти моменты, когда мы очень активно начали работать с собой по удалению, обесцениванию самих же себя в своей жизни. То есть приведение вот этого, вот этот параметр в гармонию, это очень важный параметр, потому что это обратная сторона власти. Если помните, гипноз стоит на власти, и вот это получается качели, маятник. И если этот маятник в твоем подсознании есть, то есть ты не проработан в этом плане, то работать с коллективным и, соответственно, с событийными рядами, там, где стыкуются миры людей, там, где стыкуются, в событиях встречается несколько человек, да, и где все это уже завязки такие сложные, ты уже не можешь, потому что там присутствует коллективное. И вот мы достаточно упорно прорабатывали себя все это время. И знаете, сегодня вот мы получили обратную связь, очень интересную. Наша девушка написала, добрый день, Наталья Ирина, наконец-то могу поделиться радостными новостями. Консультация была 30 апреля 2021 года. Штраф налоговой инспекции более 100 тысяч долларов на фирме мужа, где я работала бухгалтером. Судебные заседания длились более трех месяцев, и по развитию судебного процесса на начальном этапе казалось, что шансов на положительный исход дела было мало. Благодаря вам случилось чудо, суд принял решение в нашу пользу. Налоговое решение отменено в полном размере и признано незаконным. Ну и плюс последние пять лет я мечтала о втором ребенке, но беременность не наступала, хотя все обследования и анализы были хорошими. И вдруг тест показал две полоски. Вот понимаете, когда уже это читаешь, понимаешь, кусок работы в себе ты проделал. Ты проделал, ты открылся этому миру, ты стал искренним, у тебя пришла гармония и баланс, и люди оценили твою работу, и событийный ряд выстроился так, как ты его выстраивал. Это тот случай, когда мы, кстати, наверное, ну это не в первый раз, но мы тогда учились ставить в будущем точки, чтобы человек, даже если он не сможет сам написать сценарий осознанно в будущем, но в любом случае, чтобы он ориентировался на наш якорь. Да, мы проложили просто струну, куда он должен прийти. И зацепили, да. И зацепили. И вот эта практическая наша наработка, это опять-таки психотехническая база, и она нашла подтверждение. И, кстати, мы когда-то зарекали, что мы не будем работать больше с судебными заседаниями, вот с этими всякими разборками, когда... Ведь это подсознание человека запрашивало, чтобы его судили, чтобы у него забрали деньги, чтобы его необоснованно обвинили, чтобы, чтобы, чтобы... Это запрос человека на проживание такого опыта. Когда мы это говорим, люди говорят, вы сумасшедшая, ну как это я запрашиваю, чтобы меня забрали 100 тысяч долларов? Зачем мне это надо? Да, я же не сумасшедший, да? А по факту сумасшедший. Поле парадокса. То поле парадокса, о котором мы вчера говорили. Именно сам человек делает запрос на эту игру, и игра приходит. Игра приходит, и он играет, и играет, еще там и жена добавляется, и все. И, знаете, вот в таких историях, там всегда есть предыдущие истории из прошлой жизни, и если ты просто возьмешь и расскажешь человеку, что ты в прошлой жизни задолжал, и вот в этой жизни ты будешь рассчитываться, во-первых, это звучит глупо, во-вторых, даже осознав это задолжал, ничего не меняется. Потому что событийные ряды так просто не перепрописываются, одних осознаний мало. И мы понимаем, насколько сложная работа с коллективным, и насколько у нас еще не наработана психотехническая база. В этом есть ключевые точки, которые мы осознаем, как это работает, но при этом осознаем, что нам еще надо будет нарабатывать в этом плане психотехническую базу. Но мы понимаем, что у нас есть результаты, мы на них ориентируемся, и мы понимаем, что это на самом деле круто. А по беременности, да, по беременности у нас это уже не первый случай, когда наша работа действительно имеет очень быстрый проявленный результат. Кроме того, у нас очень быстро пошел в развитие мальчик. Он совсем недавно пришел, а мама в чат, и совсем недавно пришел ребенок. И мама прислала теперь просто догоним сверстников. То есть у ребенка каждый день идет что-то новое. Ребенок просто активно ворвался в здоровую жизнь и пытается выкарабкаться. Вот пока есть шанс жить здоровой жизнью, он просто валит на пролом. И мы смотрим, наблюдаем буквально, ну это последний месяц консультации, и очень быстро идет выход. Это у Маришки с Украины, и сын Илья пошел очень быстро вперед. А еще из обратной связи, очень интересная была в чате, мамы начали писать по тому, как их дети начали встречаться с девочками. То есть вот знаете, когда ребенок инвалид, мамы очень часто ставят крест на ребенка, что у него не будет семьи, не будет детей. Они понимают, что они растят инвалида, будут досматривать его всю жизнь, и на этом все закончилось. И вот представьте, когда у ребенка случается в 13 лет первая любовь. Ну на самом деле это круто. И об этом, о том, как девочки приходят в жизнь наших мальчиков, и как мальчики аутисты видят девочек, аутисты уже не аутисты, они вышли из ауто, да, они вдруг открыли глаза и поняли, в этом мире есть девочки. Юху! Юху, им можно дарить подарки, и с ними можно интересно дружить. Да, и вот о таких историях у нас есть отдельный материал. Это мамы писали в чате, и мы просто его добавили на сайт для того, чтобы было видно. Ребят, на самом деле, когда жизнь у детей налаживается, все грани раскрываются. Так вот, отношения мальчики и девочки – это очень важное отношение в подростковом возрасте. И когда ребенок выходит из ауто, они случаются, и случаются здоровые. И мамы, когда их видят, сперва у них такой ступор возникает, а что делать, да? А потом возникает счастье. Счастье – это осознание у тебя будут внуки. А это значит, будет жизнь. Да. И еще один материал очень такой крутой был. Так как только благодаря вам я не влезла в игру с химией. Это материал, который прислала, я вчера говорила об этом на стриме, прислала мама, где у ребенка было на лобной кости отверстие, зачищали кость от опухоли. Там отверстие было 35 на 30 мм после зачистки, и надо было ставить пластину. И на сегодняшний день это отверстие начало зарастать. Кость естественным образом зарастает 25 на 22 мм. Это спустя 15 месяцев. И химию мама отказалась делать по нашей рекомендации. Мы тогда маме рекомендовали не влезать в эту игру, завершить игру с благодарностью и дать возможность поправиться ребенку. Ребенок идет на поправку. И мама молодец, услышала, и не пошла на химию, не повела ребенка. Кстати, это редкий случай, когда мамы слышат. Потому что в своем большинстве, если прописаны лекарства, мамы продолжают давать, не глядя на то, что мы говорим, не давать. Если мы берем на себя ответственность и говорим об этом прямо, и дожидаются каких-то последствий, точно так же мамы нам пишут одно, а на самом деле делают другое. Мы это часто видим. Мы понимаем, что он не просто так, у этой мамы ребенок аутист, что ребенок не слышит ее точно так же, как она не слышит нас. И она не дает ему выйти из заболевания. То есть есть разные случаи. Это не значит, что мы отрицаем медицину. Упаси Боже, мы наоборот за сотрудничество с медициной. Но есть моменты сотрудничества, где именно химиотерапия нужна, например. Или именно надо, и мы говорим, срочно надо к врачу быстренько, потому что могут быть последствия. Есть случаи, когда мы видим, что если ребенку здесь и сейчас, вот в данном случае было начать делать химиотерапию, то включается сценарий с летальным исходом. И, конечно, в данном случае взять на себя ответственность за жизнь ребенка бывает сложно. Но при этом осознает, что если уже говорить о жизни детей, то я очень трепетно к этому отношусь. И тогда мы говорим, да, тогда не нужна химия. И в данном случае тот же самый врач, который предлагал химию, он ответил маме, что они молодцы, раз не повелись тогда на химиотерапию. Да, и это очень здорово. Было еще очень много новостей за этот весь период по обратной связи по детям. Была опять обратная связь по псориазу. Мы получили фотографии коленок, которые все лучше и лучше и чище становятся. И у нас на этой неделе случился прорыв именно по витилиго и по псориазу в наработках. Поэтому мы его сейчас проверяем. И если мы попали в точку, то мы, возможно, попробуем иметь результаты быстрее с этими заболеваниями. То есть, во всяком случае, мы прочувствовали из глубины, куда же все-таки идут корни. Потому что мы уже находили опорные точки, которые, удаляя информацию, там мы имели уже проявленный результат, хорошие результаты по псориазу имели. Но при этом у нас этот результат не был стопроцентным. То есть, ушло облегчение состояния, но не стопроцентное выздоровление. И мы все-таки надеемся, что мы попали в точку во время последних наработок. И результат будет выведен стопроцентный. Из еще новостей на этой неделе у нас в печать готовится книга «Инцедание знаний». Мы уже опубликовали, показали, как она будет выглядеть. Ее обложку – это уже согласованный дизайн, который пойдет в печати. На сегодняшний день единственная загвоздка. Мы приостановили, пока не подали заявку. Новый заказ не сделали в издательство. Потому что пока нам издательство не успевает отпечатать до конца предыдущие заказы. То есть, оно не выполнило уже оплаченную работу. И мы висим, не можем заказать новую, потому что мы понимаем, у них не хватает мощностей. И параллельно у нас возник вопрос насчет заключения договора с хорошим издательством, чтобы было одновременное распространение книг. То есть, чтобы началось сотрудничество с серьезным издательством. И мы сейчас подбираем, с кем можно работать. И если интересные люди, кто связан с этим бизнесом, и могут нам подсказать какие-то контакты, дать людей. Возможно, кто-то сам работает в российском или в белорусском каком-то издательстве, которое работает и на российский, и на евразийский рынок, а еще лучше и на европейский рынок. То есть, крупное издательство. Мы хотим издаваться в нормальном крупном издательстве, чтобы нам не надо было ждать наши тиражи месяцами, чтобы нам не выделяли по 100 штук этих книг. И чтобы издательство и сами занимались распространением. Тогда можно будет пересмотреть ценовую политику и, возможно, объединить книги, немножко их ужать. То есть, то, что мы говорили на стриме, книги будут дорабатываться и упрощаться. И тогда вот эта партия, которая выращена первой, она будет как дорогостоящее золотое вино, дорогое вино. Оставаться в коллекциях в полном объеме. Да, потому что она не урезанная будет. Поэтому, если у вас есть такие какие-то связи, наработки, информацию, присылайте. Обычно, кстати, мы всегда, когда обращаемся с таким запросом, к нам приходят, реально протягиваются руки, приходит помощь, причем оттуда, откуда ее не ждешь. И еще одна новость у нас была на этой неделе – это о работе наших стажеров. На работе стажеров и учеников остановлюсь отдельно, потому что на этой неделе я сторнировала сама много заявок на учеников. То есть эти заявки не дошли до учеников. Почему? Потому что, например, ребята говорят о том, что они работают с животными. И когда они работают с животными, не надо у них заказывать заявки на детей. Ваш ребенок – это не собачка и не кошечка. Точно так же взрослые люди на себя делают заявки. Но вы же не собачки и не кошечки, не рыбки золотые, чтобы заказывать консультацию животного на себя. Поэтому смотрите, пожалуйста, внимательно. И те стажеры, которые очень быстро заполняются заявками, кому открывается доступ за донаты, ну, либо бесплатно, вы смотрите, у них окна открываются кратковременно. Просто периодически смотрите, кто из них набирает людей. Это не значит, что вы можете всегда обратиться к ним, потому что они не успевают делать всех желающих. Потому что человек… Вот тоже интересно. Человек обесценил себя, но при этом, когда он будет прорабатываться, заодно и прорабатывают вот эту часть своей жизни и стажеры. Это надо прорабатывать. Вот. И ученики. А стажеры сейчас… Ну, у них сейчас есть загрузка, но на стажеров не такая большая загрузка, поэтому к ним попасть можно достаточно неплохо. И мы опубликовали положительные отзывы, там, когда пишут люди о работе Клепниковой, Добудька, например. Обратная связь пришла просто восхитительная. И все это опубликовано. Вы можете смотреть на сайте pup.by. А теперь еще по поводу сайта pup.by. Мы вчера это объявили на стриме, и в дальнейшем это будет поддерживаться. Потому что те стримы, которые прошли уже, которые уже прошли, они будут сохраняться, вход в них только с сайта pup.by. Там, где надпись «Live», вот этот раздел, через него, через эти файлы, через поисковик на сайте pup.by можно отыскать нужный стрим и посмотреть его. Стримы на YouTube будут по доступу по ссылке. То есть отыскать на YouTube стрим уже естественным образом будет невозможно. Он будет закрытый. Мы выполняем те рекомендации, которые нам говорят программисты по работе с YouTube. То есть у нас канал достаточно перегружен информацией. Для того, чтобы хорошо искалась новая информация, более полезная и, на наш взгляд, более важная информация, соответственно, его надо разгрузить. И вот этой разгрузкой мы сейчас занимаемся. И мы не удаляем совсем эти видео, потому что они реально достаточно хорошие, они полезные. Зачастую очень хорошо мозг ставят на место. Но их можно будет посмотреть только с сайта pup.by. Точно так же потом уйдут какие-то подкасты, точно так же уйдут некоторые видео. Они просто будут доступны с сайта pup.by. Они не будут доступны напрямую с YouTube. И, соответственно, если... То они в дальнейшем могут погаснуть и в соцсетях. Поэтому смотрите внимательно. Сайт pup.by у вас останется реально рабочим. И вы сможете с него переходить на любые из этих видео. Кроме того, у нас продолжается работа наших клубов. Их сейчас работает три. Это клуб Лаве Зарения. Это Душа в иллюминаторе. И это еще один клуб, который ведут Сибирякова и Бровка. Есть расписание. Называется лаборатория системных решений Сибирякова и Бровка. Есть расписание. Они сейчас работают. Пока я не вижу в расписании Волкова. Но я так понимаю, он пока путешествует, пока лето. Потом приедет. И осенью будем работать. Потому что, опять-таки, все договора переподписаны. Мы продолжим сотрудничество дальше. Какие новости у нас были еще на этой неделе? Вот сейчас пролистаю. Ну, Друкарнию инфодайнинга. Вы знаете, что она вышла. И она дальше будет выходить по четвергам. Уже шестой, да? Да, это был шестой выпуск. Большой разговор. Кстати, она действительно очень большая получилась. Он и такой хороший. Да. Глубокий. На Друкарнию инфодайнинга можете присылать еще вопросы. Потому что мы на часть ответили как-то так оптом. И пошло-пошло. Просто, да, как-то так получилось. Да. И на этой неделе мы сделали анонс обучающей программы. На осень. Вот это важный момент. Потому что очень многие люди ждут повторения курсов, которые были в прошлом году. Смотрите, я понимаю, что так устроен социум. И я понимаю, что люди бизнеса нормально относятся. Говорят, вот вы разработали программу, вы это мучите. Значит, будьте добры, повторите эту программу нам еще раз. Станцуйте, спляшите ради нас. И так устроен бизнес. И тот, кто вот так учит, тот, кто так идет, тот, кто так двигается, он, по сути дела, танцует под чужую дудку, служит. Это факт. Это пространство парадокса. И если это так, то тогда гаснет интерес к жизни. И тогда интерес подменяется деньгами. Когда интерес подменяется деньгами, тогда у человека начинают рушиться основные параметры, потому что внимание, луч внимания пытается вырваться из подмены. Осознавая, как все это работает в психике, мы понимали, что с одной стороны нам хочется, и мы понимаем, насколько важно нам иметь учеников, иметь стажеров, иметь инфодайверов. С другой стороны, мы понимаем, что наш луч внимания должен все время идти вперед. И если мы подменим интерес к деньгами, то это будет... Распыление. Распыление – это будет критическая ошибка, которая будет достаточно губительна. То есть она ограничит уже игровое поле и скажет, вот стоп, за эту черту мы не идем, дальше ничего нет. И будет ждать, пока новое сознание не придет в эту игру, у которого будет интерес и не расширит ее. Осознавая это дело, мы понимаем, нам надо максимально расширить поле игровое, поле интереса, для того, чтобы инфодайв вошел и в науку, и в искусство, и в спорт, и везде. Мы понимаем, насколько важно сегодня человеку прийти к себе настоящему и искреннему. Мы понимаем, насколько важно это с точки зрения здоровья, с точки зрения... Да вообще с точки зрения цивилизации. Вот как бы это ни звучало шизофренично, это важно, это так. Потому что люди могут угробить друг друга буквально в любой момент. И они гробят свою ДНК, они гробят свое физическое тело. И то, что сейчас происходит в мире, иногда смотришь и понимаешь, это сумасшествие. Я, кстати, в этом плане очень радуюсь, что мы живем в Беларуси. И то сумасшествие, которое идет глобально сейчас в мире, как-то оно шумит за пределами нашей страны. И мы как бы остаемся в позиции наблюдения. Такое удивительное сложение, стечение обстоятельств. И когда вот это все наблюдаешь, понимаешь, насколько важно, чтобы у человека включился мозг. Потому что вот это безумие, знаете, на чем основано? Вот, например, те же самые прививки или те же самые химические препараты. Или производство оружия, производство наркотиков, производство сигарет. И пускание продажи, тупое зарабатывание денег. Оно приводит к чему? Человек, ну вот, это, как правило, уже бизнесмены в годах. Он думает, ну, на мою жизнь здоровья хватит, денег хватит, всего хватит. И вот, а и там, а этим трава не расти. Да, и скармливает людям то, что он бы сам не ел. Чей колодец плюет? Да, по итогу. Человек верит, что он живет одну жизнь. Но, ребята, человек живет не одну жизнь. Если бы человек жил одну жизнь, эта игра не имела бы смысла. Она бы не содержала сути. Но в этой игре есть суть. А это значит, что человек, который плюнул, он плюнул себе. И в следующей жизни, вот сегодня он испортил геном своему родителю. В следующей жизни он рождается с генетической поломкой и проживает последствия того, что он сотворил сейчас в больном теле. И когда мы эти вещи осознаем, мы понимаем, насколько важно здесь и сейчас развернуть человека к себе и показать, смотри, куда ты плюешь. Ты же потом от этого и страдаешь. И ты же это делаешь все для себя, а не для кого. Вот этот мир, это зеркало тебя. И вот просто представьте, вы подходите к зеркалу утром, там, фабриться, если вы мужчина, накраситься, если вы женщина. Подходите и говорите, да, мне все равно на нее. Начинайте харкать на это зеркало. И посмотрите, как вы красиво выглядите в обхарканном зеркале. Вот точно так же человек поступает очень часто в жизни. И вот когда это осознаешь, осознаешь, насколько важно, чтобы сейчас инфодайвинг пришел в жизнь. Максимально быстро разошел. Разошелся максимально быстро среди людей, чтобы сказал, стоп, остановись. Ты куда харкаешь? Это твое отражение. Просто это отражение ты видишь в другом физическом теле. И тебе кажется, что это не ты. Но это мимолетно. Придет инкарнационный цикл, и будет очевидно, что это был ты. И вот эти все моменты, они на самом деле к осознаванию очень важны. Но это совсем другое развитие общества, когда человек заботится о своем зеркале. И когда он поступает в жизни так, чтобы его зеркало было чистым, чтобы его зеркало было здоровым, чтобы его зеркало было счастливым, чтобы его зеркало пришло к себе настоящему и искренним, потому что оно в этот момент отражает, что именно ты сам приходишь к себе настоящему и искреннему. И тогда в одном теле можно прожить одновременно и тысячи жизней, получив опыт через сознание других людей, потому что эти сознания и твое сознание – это единое сознание. То есть вот эти все вещи человек может осознать за жизнь. И это несложно для этого достаточно – идти в себя, но идти регулярно и действительно не ограничивать себя, и не говорить это хорошо, это плохо, я это делаю, я не делаю, это от ума. А когда вы просто светите, когда вы проявляетесь, когда вы идете по интересу, и когда вы действительно относитесь к миру так, как хотите, чтобы мир относился к вам, то все становится иначе. И тогда жизнь играет совсем другими красками. И вот это про инфодайвинг. Это про возвращение человека к себе настоящему и искреннему. И на эту осень мы анонсировали обучающие программы, которые будут усложненные. Старые программы мы не планируем к повторению. Их можно взять в видеозаписи. Они есть на сайте subrition.com. И эти программы весьма интересны и полезны. Это и про целостность, и про любовь, и про проработку страхов, и про стыд, и про все остальное. Вы можете посмотреть. Там же есть и про устройство психики, и про психотехники, инфодайвинга. Именно та психотехническая база, которая дает реальные результаты. Кстати, по поводу результатов. У нас просто есть в круге общения люди, которые, являясь профессиональными все-таки психологами и психотерапевтами от медицины, взяли на вооружение... Я не могу сказать, что это продвинутая психотехническая база. Это дозозеркалье база. Но по обратной связи они имели просто такие результаты при работе с клиентами. Когда внесли наши техники. Просто добавив техник. То есть они не внесли наши взгляды на жизнь. Они не внесли вот этот подход, который они считают сумасшедшим. Ну как это я в этом больном ребенке вижу свое зеркало, когда работаю с ним. Есть вещи, которые им остались чужды, пока чужды. Они просто тупо взяли психотехническую базу и просто добавили к базе психотерапевтической. И был такой... Да, у них прорыв. И это был прорыв. И вот обратная связь от этих ребят, говорят, просто сумасшедший выхлоп. Мы не понимаем, и головой не можем объяснить, как это работает, но это работает. И мы понимаем, ну хорошо, что сегодня вы не можете объяснить головой. Завтра, возможно, до вашей головы начнет доходить через осознание и озарение. И вы захотите целиком работать по этой психотехнической базе, потому что она действительно очень рабочая. Так или иначе, когда начинаешь работать по инфодайнгу, ты начинаешь двигаться к себе. И эти все психотехники начинают работать. И тебе самому еще предстоит поверить в то, что твой неизлечимый ребенок, твой неизлечимый клиент вдруг может выйти и стать абсолютно нормальным, здоровым, адекватным. Но для этого надо пройти путь, чтобы осознать и позволить себе привести ребенка к здоровью. Ведь когда мы говорим про психотерапию, про тот же психоанализ, ну наиболее распространенное направление, про тот же самый гештальт, про тот же самый гипноз, мы говорим об улучшении состояния, об улучшении самочувствия, об улучшении мировосприятия мамой и ребенком, о стабилизации состояния. Смотрите, какие подмены. Но мы нигде не говорим о том, что человек возвращается в здоровый образ жизни. То есть мы фиксируем его инвалидность и говорим, ты будешь инвалидом пожизненно, но мы чуть-чуть улучшим твое отношение к твоей инвалидности. Ну, чтобы тебе не так больно было. А ведь на самом деле это подмена и это обман. Потому что можно в это время человеку подсветить и показать выход из инвалидности. И психика, особенно ребенку, психика человека способна на чудеса самовосстановления. В нашей психике эта опция есть и она очень активная. И восстановиться может практически все. Мы это видим и знаем. И есть моменты, когда не все еще ресурсы мы знаем, как запустить цена 100%. Но понимаете, когда мы видим регенерацию кожи, мы понимаем, что точно так же можно запустить ту часть психики, которая отвечает и за восстановление костей, и за восстановление каких-то органов, каких-то систем, нейронных связей, для того, чтобы речь восстановилась у ребенка. Опять-таки, нервации пищевода, для того, чтобы ушла эта глютеновая диета, и так далее, и так далее, и так далее. Это узкие такие, которые сегодня находятся за гранью научной, но это сегодня. Как только наука признает мир не только материальным, но с вынесенным сознанием, типа не сознание первично, сознание потом, а первично материя, как только наука признает, что материи без сознания не существует, точно так же, как и сознание может быть проявлено в материи, то есть они одновременно существуют, одномоментно во времени. А вот как только в науку войдет сознание, точно так же, как материя, взгляды на мир поменяются, и результативность научных исследований, ну тогда возможен прорыв в науке тоже. А это, возможно, приход сюда только через инфодайинг, только через углубление в структуру психики. И на самом деле, вот эти якорные точки, входа в эти состояния, это достаточно сложный процесс, но этот процесс, он доступен абсолютно каждому человеку, кто хочет его освоить, и кто хочет тренироваться. Из интересного, что у нас еще было на этой неделе? Мне кажется, это уже... Из интересного, у нас была обратная связь про тупые игры. Обратные, да. Да. Когда-то мы порекомендовали человеку, ну поставили название курса, человек прислал обратную связь, невероятную по трансформации, по отношению к себе, к соседям, как разрешилась многолетняя история, судебный спортов и так далее. Очень интересная история. Я реально читала, даже тогда Вова записала видео, когда я плакала, я понимала, вот он выход из кармы, вот он выход из тупика, вот он выход в здоровую жизнь. И вот такой вот выход, когда человек нащупывает в себе и проходит этот путь, это знаете, как из тоннеля, из пещеры выйти на свет. На свет, да. Как заново родиться. И мы, вот в данном случае Ольга писала, и мы Ольге желаем счастливой, светлой жизни. Она вышла из этого врачного тоннеля. Такой хороший опыт осознавания. Вы можете почитать, на сайте Пуба есть материал, тупые игры за название курса. Спасибо. На самом деле, вот это шикарный материал к осознаванию тех, кто продолжает воевать, ведь он же с кем воюет? С собой. С собой же. Он продолжает драться, отстаивать границы и так далее. С самим собой. С самим собой. Ограничивая себя, снося эти границы. Играя в границы. Играя в границы. А, кстати, на эту тему, на тему границ. Ведь во всех практиках, и даже вот открой Инстаграм, да, и ведущие психологи советуют женщинам, женщинам, обязательно вы должны выстроить свои границы во взаимоотношениях с мужчинами. Какие границы? Вы о чем? Как только появляются границы, все, появляется сопротивление, напряжение, все, пошла сила. Сила драки. Но как же тогда без границ женщине жить? А как же мужчине без границ жить, да? И так лоб в лоб сталкивается. И почему же так сложно? Почему он меня не понимает? Почему она меня не понимает? Почему то? Почему то? Потому что лоб в лоб идете, товарищи. Лоб в лоб. Просто лобовые столкновения. Зачем? Раскройтесь. Просто будьте здесь. Вот прям просто здесь. Счастливы. Искренне открыты. Искренне. Вот просто осознайте, зачем вам эти тупые игры. Как только границы сносятся, как в данном случае речь шла об участке, судебные тяжбы, пять лет, пять лет воевать с соседями, муж погиб на пожаре от этого. И даже не выяснив, вообще не выяснив, оказывается, вообще как было, что, просто воевали. Просто воевать. А когда выяснилось, оказалось совсем все по-другому. А как только человек позволил себе стать безграничным, просто мощным, безграничным, сильным. Попробовал, просто вот даже попробовал. Вот просто попробовал раскрыться искренне. Взрыв. Шок. На самом деле это и так. Это во всем. Это касается вообще всего. Любая граница – это плевок в свою собственную колонию. Любая. Любое ограничение. Ну, тебя сейчас слушают психологи. Ты разрушила их целая программа, учащая по работе с границами. Как это? Как это? Без границ ты же потеряешься. Точно так же, как мужчины говорят, мы ум, без ума женщина со своей логикой безумно, а у женщины разум работает. Вот она безграничная. Женщина целостна. Она целостна вообще, по сути своей целостна. И только ум очерчивает границу. Одного очерчивает границу, и у второго и пошли. Как шарики. Как автомобили на трассе. Зачем? Зачем? Вам мало дорог? Вам мало места? Ребят, этот мир безграничен. И в этом мире можно творить без ограничений все. И когда я вот так говорю, тут же найдутся умные, скажут, ну, конечно, можно идти стрелять, убивать. Слушайте, а вы ножами пользуетесь? Вот если вам дать нож, да, вы пойдете убивать соседа? Или вы все-таки колбаску порежете? Или вы колбасу и курицу грызете для того, чтобы порвать на куски, чтобы ее пожарить? Нет, нет. И точно так же для этого человека есть разум. Есть разум. И разум, вот эти моменты безграничности, он учитывает и позволяет тебе быть открытым, прозрачным. И чтобы через тебя проходило твое же отражение в другом теле. И взаимодействуя с тобой, это же отражение твое получало опыт, удовольствие от общения, счастье, радость. Но это возможно только тогда, когда вы искренне открыты. Искренне, искренне. Потому что можно сказать, можно сказать, я открываюсь. Я открываюсь ему, а он там или ей открываюсь, а она или он не открывается мне. А должен. Я ведь открылась. Но это не об этом. Мы говорим об искренней, такой детской, чистой искренности. Когда у тебя нету состояния ожидания, что раз я хороший, то и мне сделай хорошо. Нет, мы не об этом. Мы говорим о том, когда ты просто целостен в моменте, и ты счастлив в моменте. Это совсем другое. Чисто открыт. Чистота и открытость, когда люди не боятся поблагодарить, не боятся признаться, не боятся проявить чувства. Потому что. Потому что, да. Потому что социум осудит или как-то не так поймет. А вот мне понравилось, как у мамы Варюши, как они с папой начали жить. Когда они звезды заметили, когда они счастье заметили. И вот здесь эпизод описанный. У нас такого не было даже до свадьбы. Он мне так умница, жутко горжусь им. Осознается с каждым днем. Тут прислала ему последнюю кухню инфодайинга. Он бежит ко мне. Я сейчас такое осознал. Какое пауза удивлений? Блин, я не понял, что. Не могу сформулировать. Но такое осознал. И мы понимаем об этом состоянии. Потому что, когда приходит знание, ты не всегда можешь положить это в слова. То есть слова иногда теряются. И для того, чтобы положить определенные вот эти глубинные пласты, которые в тебе поднимаются, ты осознаешь. Но они сразу перепрописывают твое отношение к жизни. Твои реакции. Меняют. Просто меняют. Твои взгляды, ты начинаешь смотреть на мир. У тебя даже цвета в этом мире меняются. Тебе не надо придумывать, как у великих и могучих, те, кто описывал момент здесь и сейчас. Вот я смотрю, и у меня в моменте здесь и сейчас там листочки стали ярко-зелеными. И человек придумывает, придумывает, как показать, что он... Извернуться. Извернуться. Это изворот. Это ложь. Это тума. А когда ты искренен и открыт, и у тебя вау. И вот этот вау-эффект, он действительно меняет краски жизни. Но у человека ум тогда не изворачивается. Это пришло изнутри. Человек даже на слова положить это не может. Ступор. Но зато это пришло как знание. И оно изменило человека целиком. Оно наполнило светом и ресурсом на жизнь. Эта жизненная энергия пришла еще с этим. И это невероятно. Это о молодости, о здоровье и по всем остальным. Вот это все, конечно, ну такие вещи. Вот когда в этом живешь, и когда с этим живешь, то, что ты понимаешь, насколько круто, что инфодайвинг стал доступен сейчас людям. То есть на самом деле эти знания существовали в глубинах и в литературе, в эзотерической, в старинной. Они есть, они существовали. Никто не называл эти состояния парасомномбулизмом или инфодайвингом или еще что-то. Это свежая лексика. Никто там не добавлял пассивный парасомномбулизм, активный парасомномбулизм. И так далее. Но были знания, как войти в себя. Были знания о едином сознании. Были знания и пословицы мудрости. Не плюй в колодец, пригодится воды напиться. И так далее. Вот это все, оно шло изнутри человека. Человек на этом выстраивал свою жизнь. И были знания по магии знания. Магия знания, которая открывает возможности создания человеческим сознанием. Именно из тела, из человеческого тела. Да, именно из тела. Но их прочесть, эти знания, магию знания, может только человек искренний. Абсолютно искренний, открытый, чистый, чистый. Должна быть внутренняя чистота. Тогда эти знания открываются. И вы можете черпать все, что хотите. И, соответственно, ваше сознание становится создающим. И вот это, на самом деле, очень круто. И чем больше людей будет с этими состояниями работать, тем лучше. Потому что это основа озарений, изобретений, творческих прорывов. Это основа роста. Это основа роста. Развития, роста. Действительно, развитие и роста. А не разрушение, деградация. И это, на самом деле, круто. И самое главное, что при этом человек независим, вообще независим. Нет социума. Нет каких-то коллективных убеждений. Нет чего. Человек просто осознает себя человека. Он просто искренне, открыт. Перестает лгать самому себе. Перестает изворачиваться. Просто занимается любимым делом. И внутри наступает тишина, гармония и счастье. Счастье и кайф от этой жизни. И тогда не возникает таких заболеваний, как депрессии. Не возникает злость, агрессия, войны и так далее. Это все... Это не бессмысленно и не становится. Это глупые игры. Это тупые игры. Это реально тупые игры. Которые мы писали в книге «Коллективное бессознательное» и в книге «Инфодайминг знания». Вот инфодайминг знания, еще раз обращу внимание, у кого есть возможность контакты, может, сам работает с серьезными издательствами. Мы ищем серьезное издательство на переиздание старых книг и на издание книги «Инфодайминг знания». Пока она подготовлена полностью, сверстана, но она не отдана в печать, потому что мы ждем... Совершение этой книги. Да, нам допечатают те книги. Издательство не справляется с объемом заказанной продукции к изготовлению. Спасибо, что были с нами. Спасибо. До встречи через неделю. Продолжение следует...